Юля, ты же за няньку, да? Ну это племянница. Ты племянник? Ильиса? Племянница. Как зовут? Регина. Регина, привет. Привет, Регинка. А по-другому не помню. Так и тетя твоя здесь, Юль, да? Мама ее, да. А я что, неправильно сказала? Правильно. Но, чтобы быстрее они вылечились. Чтобы вот так развернулось это все. А ну разворачиваться экономически, завтра жрать начнем. И все. Снять можно? А? Снять можно? Меня? Да. Пожалуйста, мне поборобануй. Скажите, пожалуйста, вот вы приехали в этот лагерь беженцев, вы какую-то помощь оказываете? Да, мы оказываем помощь посильную. Как может человек оказать помощь другому человеку? Не более. Не в масштабах государства. Это чисто, ну, некоторые называют волонтерство. Некоторые доброй волей. Просто зов сердца, души. Все равно же людей не бросят, что это наши люди. Независимо от их политических взглядов и их отношения к жизни. Они пострадали. Пострадали в результате действий, я считаю, неграмотных действий определенных руководителей, которые занимают большие посты в обществе. Может, даже преступным действием? Ну, есть. Ну, я пока культурно сказал, неграмотных оценку им должны дать. Тоже определенные люди, которые, ну, юридическое образование имеют, согласно законам. Ну, даже действующих, ныне сейчас действующих на этой территории. Оценку дадут определить. Ну, и плюс сам народ, правда, все равно, что никуда не денется. Как бы ее не скрывали. Правда, вот она перед нами. В данный момент все это живые свидетели этих событий, которые происходят. В том числе и я, и вот, и те люди, которые сегодня поехали в Луганскую область. А говорить с телевизора можно все что угодно. Ну, вот она жизнь, реальная жизнь. А вы сами жители Чугуева? Я Чугуевский, я коренный Чугуевский. А можете представиться, как зовут вас? Я Коновалов Алексей Евгеньевич. Понятно. Алексей Евгеньевич, ну, а вот скажите, вот кто, как вы считаете, страдает в первую очередь от этой войны? Вообще-то нету тут первой и второй очереди. Страдает весь, я скажу, славянский мир, можно так назвать. Ну, тут же национальная, мышь, многонациональная страна. Многонациональная страна. Страдают все нормальные, порядочные люди. Скажи, так, один преступник, ну, вот, например, живет 100 человек на улице, появляется один преступник. Он же мешает жить всем 100 человекам, нормальным, которые могут договориться с соседом. Мне какая разница, что у соседа, какие обои в доме, там, красные они, зеленые, белые, по диагонали. Как он пол помыл, покрасил. Меня это не интересует. Я могу с ним что сделать, по доброй воле, договориться, или прийти ему помочь. Если он просит меня о помощи, там, скопать огород, ну, это я образно, конечно, в переносном смысле. Я приду и помогу ему, хоть ему по диагонали, я сделаю по диагонали. Но лишь бы он меня не бил по голове, естественно, я с ним буду дружить, любить. Мы будем жениться, рожать, детей, школы строить, ну, и так далее. Инфраструктура, это по доброй воле. А кто не хочет, он разрушает это все. И вносится рознь, между прочим, между человеком к человеку. А разделить можно как угодно, по цвету глаз, по диалекту, интонациям. Ну, они так хотят. Ну, вот вы говорили, рожать детей, я вижу, очень-очень много здесь вот детей. Ну, они же родились где? Ну, вот они получают полное удовольствие от нынешней власти. Они родились на территории, называемом государством Украины, на данный момент. И вот их полностью обеспечивает государство в дальнейшем. Если даже рассмотреть просто как антитеррористическую операцию. Да, пожалуйста, вы купите эти дома и стреляйте в них по мишеням. Люди, представьте, ну, хотят они в Америке жить. Купите им в Америке дома, переселите их в Америку. А сами там тренируйтесь на мишенях. От профессиональных действий данных людей мы же не должны страдать. Ну, если они не профессионалы. Ну, не надо лезть или надо просто... Ну, надо договариваться. В первую очередь, надо договариваться. Ну, и в ту же самую очередь надо головы лечить. Ну, некоторых, может, надо в психиатрическую больницу отвезти и освидетельствовать. Потому что бредовые идеи... Причем здесь бредовые идеи одного должны отвечать миллионы. Ну, это его проблема личная. Как он видит мир? Мы все мир видим в разном ракурсе. Для этого человек и создан. Чтобы осмысливать, переосмысливать до конца своей жизни. Учиться, скажем так. Ну, не надо свое видение мира переносить на другого человека. Тем более насильно. Насильным способом. А скажите, вот вы именно помощь оказываете? Вы привозите вещи, питание? Я сам, вот лично, я сам. Я не принадлежу никакой организации. Ну, вот Наташа знает, когда они на Славянск начинали ездить. Ну, что я там мог? Ну, что было, да? Жена там приходила борщ на 35 человек приготовить. Два раза, да? Ну, сколько, на 70 человек накормить. Ну, естественно, информацию раздавали людям, что вот здесь находились. Люди сами приходили, деньги давали. Ну, что может человек дать? Наташа делала свое, потому что она попадала, скажем так, в телеобъективы камеры. Ну, естественно, она ходила в органы государственной власти. В данный момент люди тоже занимаются этим, волонтеры. И туда приносят в тот центр. Ну, люди просто приходят и говорят, вы принимаете вещи, еду. Мы говорим, да, мы принимаем. Мы сюда привозим и передаем. Естественно, трудоустроить. Ну, как, ну, что я, я же не предприниматель, что у меня там тысяча рабочих мест или миллион рабочих мест. У нас предприниматели сидят в Киеве. Ну, как, никак не могут не устроить ни жизни нормальной для людей, ни работы. Ну, понятно, что я. И нормальных человеческих условий. Имея все у себя. Самое главное власть и доверие народа. Назовем это так. Можно в кавычках, можно наоборот, с тремя восклицательными знаками, можно с знаками вопроса. Смотря кто как подойдет к этой полноте власти. А как вы оцените вообще помощь от государства для беженцев существует или нет? По-моему, даже беженцы не называют. Помощь начинается с того, что люди оказались здесь. Вот эта помощь государства началась с того, что люди оказались здесь. Им очень помогли. Они всю жизнь мечтали оказаться в Чауеве. В данных условиях. Это началась с этого помощь. Ну, и, естественно, можно дальше уже понять, дальше сопутствующее. Да? Они хотели попасть сюда. Государство им помогло здесь оказаться. Ну, понятно. Используя все ресурсы. Ну, а не скажете, вот как вы считаете, почему вот государство, официальные органы, они даже не используют такой термин, как беженцы. Они говорят переселенцы. Ну, у нас же войны нет. Официально. А дети играют в войну, да? А дети играют в войну добровольно. Якобы. Используя для этого, ну, в том числе и образовательный процесс. Ну, а скажите, вот вы не видите вот какое-то противоречие, наверное. Это у вас звонит? Так я звоню. Пусть звонит. То есть дети, которые видели войну, собственно говоря, стали беженцами и все равно играют в войну. Вот это детское, что это? Нет, это сатана. Если вы уже в этот ракурс меня хотите воткнуть. Это просто сатана. Это движение против Бога. Спасибо, Александр. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...